Всем добрый день! Вот как раз приступаю к нашим дорогим розам-красавицам. Поздно, поздновато уже, но, к сожалению, не было времени. Но вот видите, я их уже открываю, они практически с листочками. Вырезаю, вон, видите, вырезаю очень много. Ничего страшного, роза создания благодарная, нарастет. Сильнющий ветер, вот штамповые как раз открыты. Открыты все, кроме плетистых. Плетистые не тороплюсь открывать. Всегда так делаю, потому что, ну, вот такие они капризные. Их поднимаешь на опор, они начинают ожогать. Поэтому их, как вот после всех, сейчас вот как раз эта неделя очень дождливая, поэтому, как закончатся дожди, я их сразу открою. Розы перезимовали неплохо, даже можно сказать хорошо. Вот видите, как их обрезаю. Обрезаю. Что сейчас делаю? Сейчас, конечно, самое главное, это подкормить. Но не спешу. Вначале их открываю. День-два не приходит в себя, если нет дождей. Но сейчас идут дожди. Я их просто проливаю теплой водой. Как только вижу, что почки тронулись в рост, я их начинаю подкармливать. Начинаю подкармливать тогда, когда трогаются в рост. Вот почвопокровные здесь розы у меня, они, в принципе, вообще зимуют без проблем. Я их подрезала, но это только первая обрезка. И вот как только я вижу, что вот листочки вот так вот начинают распускаться, я их подкармливаю. Чем я подкармливаю? В этом году я подкармила обычный азофоск. Азот фосфор калий 20-20-20. В принципе, азот фосфор калий – это те удобрения, которые нужны вашим розам и вообще всем растениям. Поэтому если вот я ничего еще не покупала, а вот сейчас заказала пролонгированные удобрения на 100 дней для роз, а пока, чтобы они тронулись в рост, я сделала им азофоска, азот фосфор калий. Классика дачника, так ее пишут. Обработала медисодержащим, не стала, так как медисодержащим обрабатывала зиму, и не хочется вот этой медянки очень много лить. Ну, обработала сильным ракурсом, ракурс, и добавила октары. Санмайтом я обрабатывала в прошлый раз, это от всех клещей. Препарат работает, как пишут, полтора года. Ну, получается, у нас два сезона. Посмотрю, действительно ли так заявляет себя препарат. Мне очень он понравился на клубнике. Хорошо от клещей. В том году был очень хороший урожай, несмотря на то, что были очень сильные майские морозы, но это так отступление. Хорошо уничтожает вот этого клеща, который ест цветочки клубники. Поэтому берите на заметку. Как он поведет себя на розах, будут ли какой паутинный клещ, буду смотреть, обязательно дам вам знать. Ну, а сейчас вот занимаюсь обрезкой роз. Вот такие вот есть здоровые. Конечно, половину буду вырезать. Не бойтесь вырезать. Розы благодарные создания. Она вас всегда отблагодарит. Почва покровная открыла уже, наверное, недели две назад. Вот сейчас открываю розы. Здесь у меня и штамбовые розы, и кустовые, и шрабы, и палеантовые. В общем-то, здесь у меня вся куча. Ну, вот видите, без проблем всегда говорю. Все-таки вот кустовые и штамбовые розы. Вот видите, зимуют вон уже листочки. Вот подкармливаю их. И уже можно привязывать капот. Ну, и, конечно, не забываем замазывать. Как раз здесь вот замазка у меня просто обычная замазка садовая. У кого что есть, ранет, тут уже каждый по своим возможностям. Вот хоть и говорят, их как бы боятся. Они такие трудоемкие. Ну, да, только укрыть покрепче. А так, в принципе, красиво цветут все лето. Поэтому, ну, как бы не считаю, что они сложные в уходе. Ну, вот здесь вот розы, клематисы. Все тоже открывается. В принципе, призимовала неплохо. Какой будет май? Ну, наверное, все на сегодня. Всем пока. Спасибо.